И еще немного о том, что может спасти жизнь. В Иркутске мастер-класс по самообороне провел известный тренер и к тому же киноактер Юрий Кормушин. Какими приемами овладела Татьяна Соловьева, смотрите сейчас. Вот он от меня медленно убегает. Я хватаю его сразу за шиворот и останавливаю. Убежать от нападающего взрослого – один из важнейших навыков самообороны. Чтобы обидчик не смог схватить ребенка, нужно резко сменить направление и пригнуться. Казалось бы, действие элементарное, но если его не знать, то можно попасть в беду. А ведь вырваться можно даже из такого сложного положения. Ты должен переться руками, а плечом. Еще, еще, еще. На тренинге в Иркутске пришли десятки детей и взрослых. Их проводит Юрий Кормушин, известный российский специалист по самообороне и киноактер. Ситуации, которые здесь отрабатываются, он выбирал из жизни. Они – самые часто встречающиеся на улице. У этих приемов, считает Юрий, очень высокий коэффициент надежности. То есть они могут спасти жизнь. Что делать девушке, если ее схватили, показал на мне. Запоминайте. Если вы ничего не знаете, вот я вас так схватил за руки, так, да, что вы будете делать? Ударю ногой. Видите, я дергаю за руку, и вы не сможете меня сильно ударить. Да? Смотрите, вы сжимаете кулак, вторую руку сюда, прижимаете локоть к туловищу и вырываете руку. То же самое, если я беру за две руки, то же самое. Сжимаете руки, сжимаете, о, одну, одну. Подкладываете локти к туловищу, дергаете. Все. Упражнения повторяют многократно. Ведь в экстремальной ситуации человек не должен растеряться. Если у него нет программы бежать или бить, сопротивляться или убегать, нет ее. Он впадает в состояние ступора. Я вас уверяю, что когда у человека есть программа и наработанные более или менее навыки, у него 85-90% случаев не наступит ступора. Программа начнет работать. Владение приемами самообороны практически необходимый навык для подростков Иркутской области. Ведь наш регион лидирует в стране по преступлениям против детей. Когда на тренинге Юрий спросил, у кого из подростков была ситуация, когда он лежал и его пинали. Руки подняли. Почти все. Татьяна Соловьева, Глеб Южаков, Вести, Иркутск.